Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хотела бы показать вам все свои фигурки принцессы Кейданс. Я буду называть ее именно так, потому что я смотрела с англоязычной озвучкой, заранее извиняюсь, но в названии, кстати, будет, наверное, Каданс все-таки указано. Короче, принцессы любви. Меня в последнее время достаточно часто просили снять коллекцию, к сожалению, целиком я вам ее не могу снять и показать, она слишком большая, но я подумала, что, возможно, я смогу показать какие-то ее отдельные части, и хочу начать со своей любимицы, с принцессы Кейданс, это моя любимая пули, как вы знаете, и у нас скоро 14 февраля, и я подумала, а почему бы и не снять, почему бы вам не показать всех своих принцесс Кейданс. Тут сразу скажу, наверное, всего где-то половина от тех Кейданс, которые, в принципе, официально выходили, их гораздо больше, но у меня, естественно, не все есть, и здесь только официальные фигурки и игрушки, и у меня еще достаточно много крафтовых Кейданс есть, но мы сегодня поговорим только об официальной продукции. Начнем мы с одной из старушек моей коллекции, принцессы Кейданс из свадебной серии 2012 год, этой пони в этом году будет 10 лет, представляете, хорошо сохранилась 10-летняя принцесса Кейданс. Кстати, на самом деле неплохо сохранилась, потому что, видите, нейлон стал пушиться буквально только на кончиках, совсем чуть-чуть, я, конечно, с ней особо не играла никак, как вы понимаете, она просто стоит на полке, но, тем не менее, у некоторых пони, которых я покажу позже, это, к сожалению, сохранилось гораздо хуже в плане кончиков и всего остального здесь, на самом деле, нормально еще так. Здесь не очень много этой гривы, но зато она прилично до сих пор относительно выглядит. Это большая пони, она у нас говорит, меточка у нее в виде кнопочки. Давай потанцуем? Вот, она махает крылышками и разговаривает, крылья огромные, из этих крыльев я, наверное, изначально ее и полюбила, они фиолетовые, с блестками и прозрачные, все такое. Платье белое, парчевое, с золотистыми рисуночками, это типа свадебный ее наряд, выходила она в свадебной коллекции к свадебному спешл, как вы помните, ну, в общем, одна из моих любимых лошадок, потому что она большая, красивая, грациозная, все такая прямо девочка-девочка. Еще одна крупная девочка в моей коллекции, это у нас уже 2015 год, Cutie Mark Magic Glowing Heart, она тоже говорящая. И у нее светится метка сыпь, если помните эту линейку Cutie Mark Magic, там было много-много меток везде, где только можно, и вот эта метка сыпь, она у нас здесь на тельце. Тоже, кстати, молд использовался не только для Cadence, вот этот большой говорящий, а, кстати, помните, еще QR-кодики эти на копытцах. Вот, и Rarity такая была, по-моему, твайка еще или нет. И она достаточно тоже большая и увесистая, и вот здесь, кстати, нейлон сохранился гораздо хуже, хотя она младше, это 2015 год, но вот эта грива, конечно, смотрится просто сейчас мочалкой-мочалкой, хотя я ее не трогала. Я, честно говоря, не очень помню, как она в оригинале смотрелась, но, в общем, вот это, конечно, уже, ну, такое, ну, такое, по сравнению с той пони, это выглядит гораздо хуже сейчас. И я, кстати, заметила, что, в принципе, некоторый нейлон со временем сам по себе начинает пушиться, даже если вы там с ним ничего не делаете, он все равно начинает как-то себя не очень хорошо вести, хотя, возможно, там и в оригинале было не очень хорошо. И последняя крупная кейденс, которая у меня есть, это плюшечка от TY 2017 года. Вот здесь, кстати, очень приятная грива, она вообще классная, классная, с люрексом. У нее тканевые крылышки и ее украшения. Майна вообще тоже такая классненькая, миловидная. Давайте дальше по габаритности пойдем тоже по пони большого размера. Одна из последних кейденс в моей коллекции – это буквально прошлогодний релиз Best Hair Day 2021 год, пони лайф. Если помнить, там набор с большим количеством украшений для волос и прическу, там делать такие завитушечки. Я вам даже оставлю ссылку на это видео, потому что оно было свежее, и мне за него не стыдно. Я его снимала буквально год назад, даже, наверное, чуть меньше. И здесь, конечно, нейлон в прекрасном еще состоянии, он изначально был такой приятный. Но эта фигурка и шла для создания причесок, поэтому, наверное, здесь было бы странно, если бы он был плохим. Жемчужина моей коллекции – Фанка Винил, 2015 год, 10-я волна, кейденс, еще и глиттерный вариант. Напомню, там выходили фигурки обычные и глиттерные редкие. Там одна на коробку. Из 24 или из 12, ну, в общем, гораздо реже. Мне ее дарили. Большое спасибо Антычу, до сих пор помню. Вообще, очень классная пони. Она каноничная достаточно по своему форм-фактору. Это были хорошие фигурки именно для брони, для взрослых фанатов. Она классная, глиттерная, с блестками, и раритетная, и вообще, в общем, суперская лошадь. Если бы меня спросили, его бы попросили вообще вот выбрать только одну кейденс, которую я могу себе оставить, я бы выбрала, несомненно, ее. Потому что она прям для меня как некий символ какой-то. Вообще, вот, самая моя, наверное, любимая кейденс из всего этого табуна. Это вот эта глиттерная фанка. Прям one love. Следующая пони. Знаете это? Знаете, что это? Кто достаточно старый узнал? Это затейники 2014 год. Это поняшки для ванны. Вот там тоже выходили разные самые, и принцессы в том числе. Вот такой пухляж. Я ее чуть не забыла на полке, честно говоря, когда подбирала фигурки для коллекции, но потом на MLP мерча составляла табличку, и вспомнила, что вообще-то были еще такие вот прикольные фигурки от затейников, такие пухленькие. Тоже по-своему очаровательные. Дальше давайте пойдем по более маленьким фигуркам. Начнем с классического среднего размера, и начнем... Тут уже пойдем больше по годам. Это у нас 2013 год. Rainbow Power Fantastic Flutters. У этой пони сейчас не надеты ее крылья. Тут были такие еще большие крылья, вот как похожие у плюшки из такого материала. Они большие, они вообще неудобно были на полке, и я их сняла, и не помню, где они. Как представитель линейки Rainbow Power, здесь Киданс вся в разноцветных сердечках, с дополнительными разноцветными локонами в гриве, зелеными. И, в общем, да, было странное время, когда у нас просто метко сыпью обсыпали фигурки. Ну, в принципе, зато было прикольно. И, кстати, здесь тоже нейлончик еще достаточно актуальный, нормальный. Следующая пони тоже из линейки Rainbow Power. Rainbow Shimmer. Вторая волна. 2014 год. Это вот эта лошадка. Она... Ну, кстати, это молд Селестии. Если то молд Кейденс, то это молд Селестии внезапно. Она тоже с небольшими такими желто-неоновыми локонами, поскольку это был Rainbow Power. И фишка вот этих пони была в том, что здесь была и немножко еще есть жидкость, вода с глицерином, в которой плавали символы пони. В данном случае сердечки. Но, как вы понимаете, со временем там мало что осталось от этой воды. И сердечки теперь плавают достаточно мало. Ну, он что-то там плещется на донышке. Здесь вот буквально по копытце осталось. В общем, да, водичка потихоньку. Все-таки как-то там, видимо, какие-то химические процессы происходят. И она все-таки куда-то испаряется. Или типа того. Следующая пони у нас тоже необычная. Это у нас линейка Понимания. Friendship Blossom Collection 2015 год. Вот такая готическая прелесть. Ну, точнее, даже, наверное, не готическая. Может, мексиканская, скорее, да. И там был целый большой набор с цветочными пони. И во главе с принцессой Кидденс. Достаточно необычные поняшки. Вот с этими, со всеми татуировочками. Смотрится, ну, с одной стороны странненько, с другой стороны прикольненько. Мне лично эта серия нравится. И, кстати, здесь тоже могу отметить достаточно добротный до сих пор Нейло. В общем, какой-то пушится, какой-то нет. Вот здесь он очень сильно залачен. Поэтому я вам даже не скажу, что там как. Оно деревянное, как было, так и есть. Следующие пони. У нас уже следующая коллекция. Explore Equestria 2016 год. И начнем мы с вот этой... Ой, они друг за другом цепляются. Вот этой мадам из сета с замком Кристальной Империи. Она шла с платьем, с украшениями. У нее там была малышка Флёри. Всякие там качельки, куча аксессуаров. И вот тоже достаточно такая изящная, красивая Кейденс. Ну, здесь просто по классике Кейденс и Кейденс. Вот здесь уже, конечно, прическа идет гораздо хуже, чем была. В общем, уже где-то с 2016 качество волосиков постепенно начало, к сожалению, ухудшаться. Но, в принципе, заплетенные прически все еще норм. Очень красивые там были аксессуары, конечно. Прям one love. И еще одна пони из Explore Equestria. Это вот такая светящаяся поняшка. Это у нас коллекция Sparkle Bright. Первая волна. В первой волне, по-моему, еще луна была. Эти пони светятся. Они светятся красным. Не знаю, насколько вам видно. То есть она тоже как бы идет из прозрачного пластика. Но здесь ничего не переливается. Здесь просто внутри батарейки и светодиоды. Вот. Она как бы прозрачненькая и светится. Вот такая вот поняшка двухполовинчатая. И дальше еще две пони этого размера на ребутном молде. Соответственно, это у нас уже после 2017 года. Конкретно вот это. My Little Pony The Movie Glitter Celebration 2018. Мне кажется, это вторая волна, наверное. Потому что... Ну, в общем, где-то там. Glitter Celebration 2018. Здесь у нас ребутный молл, понятное дело, Cadence. И здесь тоже полупрозрачные пони. Но фишка этих пони... Кстати, очень красивые крылья с блестками. Фишка этих пони была просто в нанесенных рисунках внутри пони. То есть здесь они уже поняли, что жидкость со временем как бы становится неактуальной. И сделали просто внутри рисунок. Рисунок тоже из аналогичных символов пони. Просто вот такой вот внутренний фольгированный рисунок. Ну, то есть она до сих пор как бы живая. И нормально себя биотчувствует. Вот. Ну, нейлон тоже такой уже. Ну, не то, что прям совсем плохой. Но уже, конечно, более суховатый, чем в более ранних релизах. Как-то ощущается, если сейчас вот сравнивать. И последняя поняшка 2018 тоже год. Это Best Gift Ever. Пак на три лошадки с шайнингом и флёрем. Перламутровая Кейденс. Тоже ребутный молд. Вот такая вот перламутровая Кейденс. Всё, что я могу о ней сказать. С огромным бом. У меня этот молд такой интересный. Вот. Ну, забавная. Мне тоже нравится, что она такая перламутровая. Красивенькая, в принципе, по-своему лошадка. Я не помню, привозили к нам эти сады или не привозили. Но симпатичного кредита тоже дарили, кстати, вот эту няшку мне. Да тут половина лошадок мне либо магазин дарил, либо ребят. Честно говоря. И самостоятельно я тут покупала достаточно немногих. И перейдём к более маленьким лошадкам. Начнём с сета 2020 года. Reveal the Magic Crystal Festival. То есть, тоже это Pony Life. И там у нас поняшка шла с девочкой. То есть, как бы, набор больше даже про девочку, наверное, был или нет. Но там такие двойные сеты с принцессами были. Девочка плюс пони. Вот. Это 2020 год. Я, наверное, тоже оставлю ссылку в описании. Потому что, наверное, мне тоже за этот обзор ещё не стыдно. Будет не так давно снят. Вот такие вот девчонки. Ой, у тебя обруч свалился. Бывает. Отличная парочка. Здесь, кстати, принцессы шарнирные. Очень такие забавные, игровые. И, в общем, чиби стайл. Милашные. В принципе, есть что-то в этом вашем пони лайфе такое мимимишное и забавное. Дальше. Вот это пони по размеру, если так сравнивать. Это у нас попу поняшка. Wings Kit. Третья волна. 2014 год. Там было несколько Wings Kit. Наборов с крыльями разного формата. И вот эта вот третья волна. Там кроме Cadence ещё была твайка в таком варианте. Тоже крылья бабочки у неё здесь прозрачные. Вообще, куда бы деваться. Красивенькая. Ну, конечно, полоски им красили только с одной стороны. Вообще, ледненькая вот эта поп-пони, конечно, забавная была. Но просуществовала крайне недолго. Дальше у нас поняшка от Confitrade. Это вторая волна Sweetbox'ов 2018 год. Тоже крупная девочка относительно. Тоже с ней прокрашена игривой. Ну, вторая волна была вообще специфичная в этом плане. Вообще, ничего не красили. И рог у неё тут на бок. И вообще, она была забавная. Но, тем не менее, она была. А то потом они переключились исключительно на главную шестёрку. Журнальная Cadence. Вот это тоже одна из моих фавориток коллекции. Она настолько каноничная, такая классная. Это у нас журнальная Cadence 2016 года. Потом позже ещё было её как бы переиздание. Не так. Ну, уже 2019, может. Не помню. Там у неё были фиолетовые крылья. А вот это первая оригинальная фигурка 2016. Вот. Очень достаточно старая и очень изящная. Вот. Прямо мне нравится. Кстати, конкретно эта, возможно, приезжала ко мне из Польши. Но я не уверена. Там как-то её к нам сначала не привезли. Я такая в панике побежала на eBay заказывать. Всё-то там какая-то такая cool story была. Я уже сама не помню. Но что-то была какая-то с ними проблема. Так, дальше пошли самые малышки мои. Начнём с отличающихся малышек. Это у нас Cutie Mark Crew. Первая волна сюрпризов их. 2018 год. 2018 год. Вот такая вот Cadence. Это, кстати, шла как редкая фигурка с блёстками в мороженке какой-то. Да, наверное, это мороженка. Вот такая милашечка. Тоже очень занятная. Вообще, в Cutie Mark Crew выходило много Cadence. Но вот у меня только одна. Такая мимимишка. И дальше вот такую вам покажу Cadence. Это Чупа-Чуп с первой волны. 2014 год. Я сверяюсь со своими записями. 2014 год. Вот это вообще нечто. Баблюте по коллекции. А ведь когда-то, когда-то с этого многие начинали. И целый ворох маленьких по ней из Блайнбэгов. Давайте сейчас я их всех возьму себе в руку и буду вам по одной показывать. По очерёдности. По возрасту. Значит, вот это Cadence у нас пятая волна. 2012 год. Как видите, это ещё Молд Селестии был. Тогда, да, тогда всех на Молде Селестии делали. Такая вот забавная вариация Cadence. Не Cadence. А потом в 2012 уже сделали оригинальный Молд Cadence. Вот это тоже одна из старушек. Ну вот, получается, пятая волна. Вот этот вот вышедший параллельно потом, чуть позже, в 2012 году, сет. Пони Веддинг Сет 2012. Тоже вот это, помните? Вот эта пони вообще, наверное, была одна из первых, на которые я снимала ролик. Помните этот обзор с сетами мини-фигурок? Вот эта пони шла с Шайнингом. И, по-моему, с этим... С маленькой игрушечкой, да, Твайкиной. Короче, это 2012 год. Тоже прям олдскульный. Сводит челюсти. Аналогичная пони неоновая. Это у нас в Блайнбэге восьмой волны 2013 год. То есть, та, 12-й, это 13-й год вот эта неоновая. А вот это вот, Рейнбоу Пауэр, у нас уже как раз-таки 14-й год. Ну, в общем, они все одинаковые, просто по-разному раскрашенные. И вот эта Рейнбоу Пауэр, Бетка Сыпь, по-разному. Но забавная тоже, смешная такая, разноцветная. В общем, есть кейденс разный, есть разноцветный, есть не очень. И последние две похожие поняшки. Вот эта, которая правая, более полупрозрачная, точнее, более светлая, это 18-я волна 2016 года. А которая более яркая, это Crystal Mini Collection, тоже 2016 год. Но к нам в Россию его не привозили. Вот эту яркую я заказывала, опять-таки, с eBay, по-моему, или еще откуда-то. В общем, там несколько фигурок. Я заказывала себе Принцессы Шанинга, по-моему, вот. То есть, в России вот эта не продавалась понька. А вот эта была 18-я волна, и тоже ее было достаточно сложно найти. Мне ее, кстати, присылали вот эту. Я ее сама так у нас и не выловила. Такие вот, ну, тоже похожие, только оттенком отличающейся и покраской. Вот такая у меня банда моих кейденс. Вроде я никого на полках не забыла, но если вдруг такая казия случилась, я надеюсь, они меня простят, потому что, ну, их действительно много. Пишите в комментариях, как вам такой формат. Вообще, интересно ли вам перечисление непосредственно коллекций, годов и вот этого всего прочего? Или это уже какая-то лишняя для вас информация? Достаточно просто показать поняшек и покрутить их в руках. Поздравляю вас с днем Сердечка Копыт, если для вас это актуально. И увидимся в следующих роликах. С вами была Тома. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok